Запомните древнюю истину, которая во всех священных писаниях написана. Ровно столько, сколько вы ждете счастья от близкого человека, ровно столько вы от него получите страдания. Неважно кто, любой человек. Любой человек, которого вы сильно хотите счастья, он вам вместе с этим счастьем столько же принесет и страданий, какой бы хороший этот человек ни был. Но чтобы не ждать счастья, надо его отдавать. Потому что счастье – это энергия, которая или туда, или сюда действует. Если ты счастье отдаешь, тогда ожиданий меньше. Вот это интересный феномен, люди не знают о нем. Вот некоторые думают, как мне не ждать, я не знаю, как мужа воспитывать, я его жду постоянно. Порчу человека, он уже наглеет. Надо отдавать счастье. Не ждите, отдавайте. Как женщине отдавать? Не надо прислуживать. Служение и прислуживание – это разные вещи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Всегда женщина должна готовить, стирать, убирать. Но она это должна в двух настроениях уметь делать, уметь. Она должна уметь служить близко, если муж себя хорошо ведет. И служить далеко, думая о чем-то своем, когда он ведет себя плохо. Вот если она ему близко пытается служить, когда он ведет себя плохо, то это называется прислуживание или унижение. Вот в любви любовь не терпит никакого унижения. Надо всегда уметь быть достойным. Когда достоинство теряет человек, любви нет. Есть много видов потери достоинства. Например, когда человек становится гордым, у него много денег, то он холодеет, он становится как слежная королева. То есть его невозможно любить, потому что он как бы… В это время надо подальше от него держаться, не бояться. Люди часто думают, он богатый, значит, нельзя подальше, ты потеряешь вместе с деньгами его. Если богатый человек загордился собой, ты его уже потеряла, все. Вот гордость, видите, в близком человеке, он такой… Вот, все, ты его уже потеряла. Он уже не рядом с тобой, он уже далеко, все. И если ты не хочешь его совсем потерять, тогда чем надо противостоять гордости близкого человека? Он гордый. Доброй дистанции, значит, пришло время разлуки, пришло время на другой берег уходить, реки любви. Другой берег означает служу и радуюсь, наслаждаюсь кем? Природой, добрыми друзьями и Богом. Но не мужем. Надо уметь выключить краник зависимости. Вот если он раз, вот так, все, я вот так. Если человек это умеет делать, это так импонирует. То есть близкий человек сразу оценит, что она независимая. Вот почему царь себе царицу ищет? Кто такая царица вообще? Вот знаете, вот, допустим, он смотрит, там ему предлагают разных принцесс. Вот какую он выбирает? Та, которая смотрит на него и вообще от него не зависит. Она смотрит, улыбается, ей он пофиг вообще, она такая, она сама из себя. Он вот, о, вот это потянет быть царицей. Потому что если она зависимая, у нее столько богатств. Она такая, эээ, такая зависимая. Ну и чё? Ему будет нравиться жить с такой женщиной? Неприятно. Она вся такая, чё за жизнь? А вот если она независимая, красивая, еще говорит, да, мой хороший, так вообще тогда просто цены нет. Если она независимая, еще умеет любить, потому что, да, мой хороший, это просто игра. Вот уважать человека так классно. Вот как мужчину надо уважать? Надо, да, мой хороший. Это уважение к мужчине просто. К женщине уважение какое? Вот, допустим, он царь. Он видит царицу, говорит, моя дорогая. Он царь, он там всех казнит каждый день. Так, казнить, повесить, казнить. В баню, в крематорию, в крематорию, в баню. Можно опять в крематорию. Когда же в бане? Все равно в крематорию. Вот. А в жене он нежный, ласковый такой, добрый, ласковый, нежный. Сразу становится. Она думает, о, какой хороший человек. Он может любить. Потому что, когда человек слишком властный, он не может любить. Может наслаждаться только людьми. Люди как второсортное что-то такое. Вещество, которым надо наслаждаться. Но если человек имеет силу, вот как понять, сильный мужчина или слабый? Знаете, женщина? Сильный мужчина в социум ведет себя, как лев. Сильный мужчина. А женщина ведет себя, как ягненок. А слабый мужчина с женщиной ведет себя, как лев, а в социум ведет себя, как ягненок. А если он, как лев, ведет себя и с женщиной в социум, значит, он придурок. А если он, как ягненок, ведет себя с женщиной и в социум, значит, он не мужчина. Понятно? Разобрались? Сильный мужчина, разумный, женщина ведет себя, как ягненок, по-доброму, ласково, а в социуме, как лев. Но сильный мужчина, он знает границы. Вот он всегда по-доброму, когда женщина заходит за границу, а женщина склонна заходить за границу. Он раз ей, мягенько, барьерчик. Говорит, вот сюда уже нельзя. Если она лезет, все равно он в дистанцию тогда, все, на принцип идет. По-доброму опять тоже, по-доброму. Воспитывает по-доброму человека. Любовь означает доброе воспитание. Если ты любишь человека, ты воспитываешь его по-доброму всегда. Я когда в школе учился, я ходил в группе продленного дня был. Там мы уроки делали. Я увидел там библиотечки, там стояла библиотечка в группе продленного дня. А книги многие невозможно было бы купить в магазине. И были книги, которые нигде не купишь. Там была такая энциклопедия детская, большая. Написано было «На суше и на море». Я никогда таких книг не видел. Я взял, начал читать и там много интересного. Там дальние страны, всякие животные, там все описано. И я когда уроки делал, я читал эту книгу. Но потом я ее прихватизировал домой. Ну, думаю, как бы, хочу читать еще и дома. И когда преподаватель спросил, книгу никто не забирал домой, глядя на меня? Я ответил, никто не забирал. С этого момента я ее своровал уже. Потому что я обманул. И она на следующий день позвонила домой к нам. Говорит, у нас рейд. Мы проверяем, чем наши ученики занимаются, когда не делают уроки. Моя мама говорит, хорошо, проходите. Вон в этой комнате у меня сын сидит. Она заходит, учительница. Ну, чем я там занимаюсь? Читаю книгу. И она села рядом со мной. Я такой, я краснею, я бледнею. Вот, мне так стыдно стало. Она села рядом со мной. Говорит, ну что, Олежик, такая книжка интересная, правда? Я говорю, да. Она говорит, ты решил домой взять почитать? Я говорю, да. Ну, читай, говорит, ты только, ну, ты, говорит, только приноси ее. Приноси. Почитал, принес, поставил. Потом пять почитал. Хорошо? Я говорю, хорошо. Я вот это был, я в седьмом классе, в семь лет мне всего было. Я запомнил, представляете, сколько лет уже прошло, уже 52 года прошло. Я все помню это событие. Почему? Потому что это все с любовью делалось. Она не пришла меня разоблачать, а просто по-доброму, ну, по-доброму поговорила. И вот это на всю жизнь запомнилось, и не хочется уже обижать добрых людей, там, воровать что-то у них. Понимаете? Это называется любовь. И когда воспитание происходит, можно мужа также воспитывать по-доброму тоже. Он загордился собой, там, много денег начал зарабатывать, сразу раз на дистанции. Пока не поздно. Потому что потом будет поздно уже. Потом бабы появятся уже. Вот всегда надо следить за близким человеком, надо руку на пульсе держать. Не надо, как бы, а мужчина особенно, у него динамический характер очень. Видите, мужчина отдаляется, что-то свои дела у него какие-то пошли. Сразу надо раз, дистанция, притягивать его. По-доброму заботиться, делать так, чтобы он почувствовал любовь. А потом начал неправильно себя вести, дистанция. Женщина тоже слишком много капризничает. Раз, дистанция, по-доброму. Вот. И ждать. Может, придется ждать две недели, может, месяц. Придет время, и человек начнет интересоваться. А почему вот, что такое, в чем дело. Надо объяснить ему, что вот так не пойдет. Давай вот так, вот так лучшее отношение строить. Никогда ни на что другое не соглашаться. Унижение. Человек всегда теряется, любовь, красота теряется. Вот женщина, допустим, осталась одна. У нее там двое детей, допустим. Ну, или трое, там, пятеро, десятеро. Неважно. Она осталась одна. Она может замуж выйти или нет? Да, ну как она, ну как ей надо настроиться, чтобы выйти замуж? Вот как? М? А? Вот смотрите, она вот, она смотрит на детей и думает, блин, мы одни. Мы одни, мы такие сиротинушки. Ну, вы слушайте, вот как некоторые женщины думают. Думают, мы сиротинушки, у нас нет мужчины, мы одинокие. Выйдет замуж? Нет. А если она думает, вот мы такие красивые, нас так много, мы такие счастливые. Представляете, женщина детьми только усиливается. Она становится еще красивее. Потому что у ней же любовь течет с ними, нежные отношения. Она с детьми еще красивее становится, женщина. И вот она, красота, помноженная на три уже. Такая, ааааааа. Она может быть очень влиятельной на мужчин, сильно влиять. И многие соглашаются. А если она несчастная, замученная, мы страдаем все вместе тут. Тогда нет шансов. Надо не страдать, а надо принять судьбу, ее переварить и стать счастливой опять заново. Как птица феникс. Она сгорает, потом опять появляется и живет дальше. Надо возрождаться уметь, преодолевать вот эти вот, не бояться судьбы, быть сильнее судьбы. Все зависит от человека в жизни. Нет никаких безвыходных ситуаций. Как мой один знакомый еврей сказал, что даже если тебя съели, съели, все равно есть два выхода. Возрождайся. Возрождайся и заново опять живи. Никогда не сдавайся. Итак, человек прежде всего должен заниматься самим собой. Вот эта благостная жизнь означает научиться себя возрождать, делать сильным, вызовы судьбы побеждать. Что значит сила женщины? Сила женщины – это сила отношений. Если у женщины нет подружек, если женщина не может улыбаться людям на улице, если женщина не может ласково себя вести, то она не живая. Она ходячий труп. Когда женщина становится ходячим трупом? Когда она попадает в стресс. Вот она в стрессе, попала в стресс, она, как знаете, вот есть кошечки лежат такие, вот они не кушают, не пьют, да, больные животные. Собачки тоже такие. Даже лев, который, вот знаете, раненое животное, он не кусается, не рычит, просто лежит, он перестал быть львом. Он потерял себя, понимаете? Так и человек тоже. Но когда он попадает в стресс, он теряет себя. И дальше, что он должен? Побольше работать? Или что он должен дальше? Чем он должен заняться? Должен прийти в себя. И есть три вещи, которые человека возвращают к жизни. Первая вещь – вы не знаете об этом ничего. Первая вещь – это аскезы. Это целая наука. Вот каждый человек должен понять, что с ним вообще происходит. Вот, допустим, вы возьмите, расслабьтесь, так сядьте, закройте глазки и думайте. Есть три эмоции всего, которые убивают человека, изначальные. Три эмоции. Первая эмоция, она похожа на отчаяние, обиду, гнев, чувство несправедливости, раздражительность. Чувство, что я не могу терпеть, переносить что-то. Первая эмоция – отчаяние. Раздражительность, обида, гнев, отчаяние. Все это одно и то же. Эта эмоция побеждается водой и неподвижным положением тела. Человек это почувствовал, сразу должен в ботейн ходить, начать и научиться статическим упражнениям. Вторая эмоция – страх. Чувство непреодолимого препятствия. Чувство бессилия. Воля страдает. Нет сил. Разбитость. Страх. Чувство неизвестного. Тяжело как-то все. На тебя наваливается такой тяжесть. Чувство неизвестного. Разбитость. Страх. Нет воли. Воли нет. Это побеждается длительным движением. И когда у человека плохое настроение, отрицательные эмоции, негативные мысли, разочарование в жизни. Все на букву Х, то есть не очень хорошо. Тогда нужно поститься. Или на воде пост, или на зелени пост. Баня также помогает, токсины лечит. Солнце помогает. Солнце в Астане отменяем. Бани есть. Пост на зелени есть. Пост на воде есть. То есть с помощью поста человек возрождает в себе позитивное мышление. Позитивизм возрождает. Понятно? С помощью длительного движения волю он возрождает в себе. Волю. С помощью воды и статических упражнений возрождает в себе спокойствие. Три изначальные эмоции у человека должны быть. Первая изначальная эмоция. Спокойствие. Глубокое спокойствие. Означает, энергия воды сильно движется внутри. Спокойствие такое. Спокойствие. А, хорошо. Дальше. Глубокое чувство свободы. Свободы. Я свободен. Свободен. Как женщина говорит. Я мучилась 17 лет с ним. Теперь я свободна. Да? Свободу почувствовал? Свободу почувствовал? Свободы или легкости такой. Преодоление трудностей, легкости, свободы. Второе чувство. Первое – спокойствие. Второе – свобода. И третье – жизнерадостность. Жизнерадостность. У женщины, у мужчины по-разному чуть-чуть чувствуется. Женщина, когда жизнерадостная, она радуется окружающему миру. Есть невежественные люди. Они силой хотят счастья от других извлекать. Силой. Есть страстные люди, которые ждут счастья от других. Не извлекают силы, ждут. А есть благостные люди, которые счастье добывают из отношений с Богом. Сами добывают. Но ничего не ждут. Они знают, что счастье есть в природе. Для того, чтобы получить счастье от природы, нужно аскезы на ней совершать. И оно зайдет. Вот пробежался, вот только те, кто бегают на природе, знают, что такое счастье природы по-настоящему. Когда бежишь на природе, она дышать начинает. Ты чувствуешь лес, чувствуешь солнце. А, хорошо. Понимаете, те, кто не включаются в природу, они не чувствуют. Или, допустим, ты в ледяную воду зашел, чувствуешь счастье природы. Ты на ветру побыл, чувствуешь счастье природы. На дожде чувствуешь счастье природы, когда аскезы совершаешь. Понимаете? Наполнился, когда человек природой наполняет, что он получает. Вот чем отличает человек, наполненный природой, от человека, не наполненного природой? Человек, наполненный природой, у него дышит жизнь. У него хорошее настроение. Ему легко, ему хорошо, спокойно, радостно и сильно. Это все энергии природы. Спокойствие, радость, сила. Это не человеческие энергии. Природа энергии. Природа. Понятно? Вот все люди должны учиться наполняться. Вот вы хотите, чтобы все нормально было? Слабый человек не может быть нормальным. Ну, допустим, вы решили купить себе собачку. Пошли на собачий рынок. И видите, как собачка у них много наград. Такая, ну такая крутая. Породистая такая. И сидит такая. Другая собачка без наград, без всяких такая. И она такая. Гвостиком виляет. Какой будете брать? Конечно же, нафиг она нужна с этими наградами. Всю жизнь. Так? А почему она жизнерадостная? Потому что ее прогуливали на улице. А то не прогуливали с наградами. Она без энергии природы сидит. Вот и вся разница, понимаете? Любую собачку, если прогуливать, она жизнерадостной становится. Она наполняется природой и становится счастливой. Виляет хвостом. Все ненормально. Понятно? Станьте жизнерадостными собачками и кошечками. Хватит быть общипанными и как бы... Зайчик к лягушке подходит, говорит, что ты такая скользкая, вонючая? Лягушка говорит, да я просто вот аскезы не делаю на природе уже три месяца. Сейчас начну делать, стану мягкой, пушистой. Понятная система, нет? Теперь люди, люди, что дают люди? Вот ты вкладываешь людей, желаешь им счастья, помогаешь им во всем, стараешься, прощаешь, терпишь, заботишься, дружишь. Что дают люди человеку? Вот у тебя радость, сила есть, радость, сила есть, тебе хорошо жить. Чего тебе не хватает? Тебе не хватает успеха. Вот ты там, допустим, жизнерадостный, там ковбой Джо скачет по прелиям, жизнерадостный такой, счастливый. Но у него нет успеха, потому что он никому не нужен. Поэтому нет успеха. Он один. Когда человек любит людей, взаимодействует с ними, легко выйти замуж, устроиться на работу, добиться положения в обществе, иметь деньги. Это все отношения с людьми, запомните, бескорыстные отношения с людьми дают все эти виды успеха человеку. Люди думают, если я буду много пахать, у меня будут деньги. Деньги к человеку приходят из-за бескорыстия. Положения в обществе приходят из-за уважения к старших. Если ты хочешь быть руководителем, заботься о младших. Если человек имеет силу взаимодействия с людьми, он любит людей, тогда он становится успешным человек. Успех – это сила, сила, которая идет от отношений с людьми. Вот у тебя появилась сила, стала жизнерадостная собачка, теперь научись дружить с другими собачками. Если хочешь быть вожаком стаи, быть успешной собачкой такой, тогда научись взаимодействовать с собачками. Собачка, когда в коллективе, они такие сильные, смелые, да? А когда одинокая, она куда-то приходит, ее сразу на нее все. И она текает. Так? Так и человек тоже. Когда он любит людей, он сильный, очень много возможностей в жизни есть. Поэтому, когда от природы набрался энергии, научись любить людей. Вот как женщина может с мужем справиться? Кто поможет ей с мужем справиться? Дети помогут? А кто поможет? Подруги. Очень близкие отношения со всеми родственниками, в том числе с его родственниками. Вот если, допустим, женщина добилась близких отношений с мамой мужа. Муж под полным контролем. Они поругались, а на маме его звонят. Говорят, мамочка, ты представляешь, что он вытворяет? Твой хорошенький. Она говорит, я с ним поговорю, доченька, не волнуйся. Я говорю, не волнуюсь, все нормально. Я знаю, что мы с ним вдвоем справимся. И мама звонит, ты что там вытворяешь? Такую девушку обижаешь, хорошую. И он, да я не знаю, но нет. Вот так вот с ним можно справиться. Если с мамой ты подружилась, проблем нет вообще. Женщина же, она коллективный разум. Вот в песочнице, допустим, мальчик с девочкой поссорились. Мальчик раз ее ударил лопаточкой. Дальше что происходит? Девочка побежала, нашла подружек, родителей и пришла в песочницу к мальчику. Так? И мальчик чего он сможет сделать? Там пять девочек стоит такие все. Он все, он слабак уже один. Или родителей она привела, он сразу сбежал с песочницы. Так? У женщины коллективный разум. Ее, если обидишь, она сразу собирает народ. Но если женщина, она имеет много подружек, с ней вообще ничего не сделаешь. Вот мужчина, допустим, поругался с женой. Он звонит другу, говорит, я с женой поругался. Он ему говорит, ну и дурак. Как бы кладет трубку. Женщина говорит, я поругалась с мужем. Да, моя хорошая, да как же так получилось? Ну то есть женщину все поддерживают, да, всегда. Мужчину кто-нибудь поддерживает? Никто не поддержит его. Кто его будет поддерживать? Ему саму себя надо поддерживать. Вот мужчина же с женой ругается. Если женщина правильная, сильная женщина, дети на чьей стороне будут? На мамы. Собачка. Тараканы. На маминой. Все на маминой стороне. Все на стороне мамы. Соседи. Свекровь, теща. Все на стороне женщины. Он один. А? Если она сильная, женщина означает много отношений, много любви со всеми. Вот сильная женщина означает. А если она одинокая такая, ни с кем не общается, конечно, она не справится с мужиком. Если он обнаглел, то с ним никто не разговаривает. Ни один родственник с ним не разговаривает. Она всем позвонила, всем сказала. Женщина имеет право вообще всем позвонить, все сказать. Мужчина нет. Мужчина жалуется, слабый, значит, человек. Женщина жалуется нормально. Так? А мужчине как быть тогда? Мужчина должен быть самодостаточным. Он должен самодостаточным быть. Спокойным. Вообще мужчина, если начал ругаться с женой, уже все, он проиграл уже. Мужчина вообще не должен никогда ругаться с женой. Она там начала истелить, просто отошел в сторону и все. И тогда она его будет уважать. Вот женщины, вот два варианта. Неважно, прав муж или неправ. Два варианта. Первый вариант, он с вами спорит. Второй вариант, просто не обращать на вас внимания. Какого вы будете уважать больше? Конечно, второй. Думаю, о, какой он сильный человек. Не спорит. Спокойный такой. Пошел. Ничего не говорит. Так? Классно же? Значит, мужчина должен учиться терпению, силе, внутренней выносливости. Не надо как женщина себя вести. Не надо спорить с женой. Надо мудрым быть. Эмоции – это как волны. Сегодня волнистая погода, завтра будет спокойно. Женщина сегодня волнуется, нервничает, завтра успокоится, потому что будет другая погода. Надо подождать, когда успокоится, и все. Не вступать в конфликт. Спокойно, не обращать внимания. Мудро себя вести. Надо просто барбамбе и куркуду. Что это значит? Ну, просто он сказал, что просто тебя зарыжет, и все. Ну, истерит, ну, отойдите, значит, вы. Будьте мудрее. Не разговаривайте, не общайтесь. Воспитывайте. Из любого мужчины женщина может сделать сильного человека. Вот поймите, воспитание – это не игнорить. Это показывать, что любовь выше ссор. Ни на что, кроме любви, не соглашаться. Это не игнорить. Это показывать свою силу, самодостаточность. Просто по-доброму не общаться. Это не игнорить. Не ненавидеть. Не делать кислую морду. Ни фигульки не показывать. Вот. Просто благородный, добрый вид. Это так импонирует. Это так привлекает человека. Благородный, добрый вид. Хоть женщины, хоть мужчины. Так привлекает мудрость. Понимаете, ты по-доброму относишься. Но, как бы, не... И если близкий человек пошел навстречу, ты сразу идешь навстречу, без проблем. Но есть принципы. Если человек нарушает принципы какие-то, он, допустим, гордится собой. Тогда можно воспитывать, не приближаться к человеку, если он уже пошел в сторону. Начал оскорблять. Но если конфликт какой-то не надо, из себя делать умный вид. Надо очень в глубине, очень сильно уважать человека, с которым ты живешь. Потому что у него внутри Господь находится. И он все тебе воздаст за все, что ты делаешь. Первое. Ничего не ждать от человека. Заботиться, служить. Ждать благодарности. Любовь начинается с благодарности. Пока действует плохая судьба, он будет наглеть, мучить. У него будут проблемы какие-то в мозгах. Дистанция, служение. Дистанция, служение. Когда придет время, и твоя плохая судьба закончится, ты ее отработаешь, он станет благодарным. С этого начинается взаимность. Благодарность. Человек должен признать, что ты очень хороший человек. Признать это должен в сердце. Надо этого добиваться. Благодарность. Благодарность невозможна, если ты зависим. Ты постоянно ругаешься, ждешь, злишься. Неправильный образ жизни. Счастье можно вырабатывать только в взаимоотношении с природой, с друзьями добрыми или с Богом. Или это называется изнутри себя. Твое счастье – это твое достояние. Не надо никого из него выкорючивать. Чем больше ты пытаешься добиться счастья из близкого человека, тем быстрее развалится твоя семья. Женщина начинает капризничать, что-то требовать. Ничего не получится. Любовь насильна. Невозможно вызвать насилием. Мужчина строго, я тебе сказал, мальчат, стоят, лежат. Ничего не получится. Да, она слабая вроде, внешне слабая, но ты не сможешь из нее выковырять любовь. Она не будет тебя любить, если ты будешь с ней очень жестко себя вести, пренебрежительно. Никакой любви не будет. Любовь только из добрых чувств возникает. И при этом человек должен быть как вот близкие отношения, что такое? Надо снаружи быть очень добрым, а снутри очень строгим. Вот человек должен видеть, что ты сильный человек, не слабый, но ты ради него становишься слабым. Вот когда человек видит близкий, что ты очень сильный, но для него становишься слабым, он будет тебя уважать. А если ты с ним ведешь себя сильно, а сам слабый, это никакого уважения не вызывает. Вот как сила в чем женщины? Сила женщины в чем? В эмоциях. Он начинает пойдем поговорим. Он говорит, давай завтра, если сегодня устал. Сила женщины в эмоциях. Не надо на него давить эмоциями на мужа. Не надо. А сила мужчины в чем? В воле. Он волевой такой. Я сказал. Давит волей на жену. Сможет он добиться любви? Нет? Нет. Женщина эмоциями не добьется любви, капризами своими. Не добьется любви. Мужчина волей своей, давлением не добьется любви. Любовь – это когда ты стал самодостаточным рядом с человеком. Всегда любовь вызывает зависимость. Если ты любишь, начинаешь зависеть. Но должен научиться стать самодостаточным, счастье находить в отношениях с природой, с друзьями и с Богом. Научись. И дарить любовь, дарить близкому человеку. Тогда восстанавливаются постепенно нормальные отношения. Он будет благодарным, из благодарности что-то делать, а ты из благодарности ему что-то делаешь. Вот любовь начинается с уважения и благодарности. С насилия любовь никогда не начинается. Но пока нет уважения и благодарности, делай это из чувства долга. Уважай мужчину, смело веди себя. Да, мой хороший. Смелая женщина, как себя ведет? Очень скромно с мужчиной. Она, да, мой хороший. Это смелая женщина, слабая, как себя ведет. Она с ним постоянно сражается, соревнуется, показывает свою силу женскую. Ну, надо это делать женщине или нет? Солдат ребенка не обидит. Понимаете, если ты сильный, тебе надо силу показывать. Вот, допустим, идет милиционер, у него кабура там сбоку болтается. Он такой идет. Ему надо силу показывать. Он должен по-доброму со всем, все-все. Его будут уважать. Сильный человек. Видно, что сильный. Он никогда не парится. А если человек слабый, он доказывает всем, что он сильный. Женщина доказывает эмоциями, истериками. Мужчина доказывает грубым тоном, таким, я мужчина, показывает, что он мужчина. Вот лев, допустим, лежит. Он будет на кого-то рычать? Просто так. Будет? Нет. Ну, шакалы, допустим, подбегают, начинают на него. Вот. Будет с ними тявкаться, нет? Нет. Он сильный. Он сильный. Сильная женщина ведет себя скромно, послушно, смиренно. Слабая женщина может тоже очень слабо и так себя вести, но когда женщина ведет себя скромно и послушно, из-за того, что она сильно зависит, она теряет полностью отношения. Мужа теряет легко. Вот просто очень быстро. А когда она себя ведет скромно, потому что она знает, что так надо, что это очень сильно ей помогает в жизни, тогда она полностью покупает мужчину, потому что она самодостаточная и одновременно покорная. Это означает, он смотрит, вот эта царица ведет себя со мной так благородно. Я ее люблю. Не зачуханная там рабыня Изаура там ведет себя покорно, а царица. Девушка знает, что такое? Божественное переводится. Дэви, божественное. Санскрит. Надо быть божественной и одновременно покорной. Вот это значит мудрая женщина. Мудрый мужчина, он величественный, он мужественный, сильный, разумный, терпеливый, спокойный и одновременно добрый по отношению к жене. Добрый. Вот научитесь быть самодостаточным. Это самое первое. Если чувствуете, вам что-то не хватает, отчаяние пошло, не идите к близкому человеку, будет скандал. Если безысходность пошла, не идите к близкому человеку, будет скандал. Плохое настроение, не идите к близкому человеку. Идите к близкому человеку, когда ему есть что подарить. Можете быть счастливы, подарите счастье, можете быть спокойны, подарите спокойствие. Можете быть легкой, подарите легкость. Итак, пришло время испытаний. Во-первых, не надо делать вид, что оно не пришло. Не надо голову в песок всувать, делать вид, что тигра нет рядом. Страус иногда в пустынях там в этих бегает от тигра. И у него самый лучший коронный номер – это спрятать голову в песок. У страуса голова не нужна тигру. У страуса есть что-то и помягче, и побольше. Вот, головы. Поэтому это не помогает. Поэтому, видите, надвигается беда. Отношения портятся, все становится плохо. Холод появляется, предательство. Человек начинает хитрить, недоговаривать. Все, пришла тяжелая судьба. Что нужно делать? Нужно понять, что в целом есть три вида этой судьбы тяжелой. И надо сначала продиагностировать, какой вид вообще к тебе пришел. Вот что за тяжелая судьба. Первый вид тяжелой судьбы – это когда нормально все в целом. Самое главное – смотрите на человека. Человек, он выдерживает вас или нет? Две вещи надо понять. Он выдерживает тебя или нет? Он предает тебя или нет? Все, две вещи. Если он тебя выдерживает и не предает, значит, это самый слабый вид тяжелой судьбы, и он предназначен для укрепления отношений. Просто вкладывайся в отношения, преодолевай трудности, старайся, заботься, помогай. Будь ближе. Второй вид тяжелой судьбы – человек не выдерживает тебя. Это так действует судьба. Вот люди не знают ничего об этом. Они думают, что это я ему не нужна. Но если была не нужна, зачем он тогда женился на тебе? Люди думают, что все поменялось. Ничего не поменялось. Судьба меняет отношения. Что такое верность? Это когда ты не веришь, что то-то поменялось. Он не выдерживает тебя. Ты подходишь поговорить. Заканчивается все скандалом. Нет контакта. Нет контакта. Вот запомните, этот вид судьбы называется жесткая судьба. Жесткая означает сильнее, чем ваша энергия. Вы не можете добиться отношений. Вы не можете добиться контакта. Все время отдаление, грубость, скандалы. Чем ближе подходишь, тем хуже становится. У кого сейчас такая ситуация? Жесткая судьба. Что делать? Надо понять, чего она хочет от тебя. Действует же не муж. Судьба действует. Это важно понять. Судьба. Чего-то хочет от тебя. Если ты это сделаешь, она от тебя отвяжется. Что надо сделать? Надо стать самодостаточной. Не лезть к мужу. Жесткая судьба приходит ко всем людям, которые зависят от близкого человека. И судьба воспитывает человека. Не надо, говорит, зависеть от близкого человека. Это опасно. Он портится от этого. Всегда судьба. Всегда судьба. Все только судьба. Нас окружает только судьба. Все. Если ты начинаешь на человека переваливать, ты не победишь судьбу. Она хочет, чтобы ты на человека перевалил. Чтобы ты подумал, да он, блин, козел, плохой человек. Все судьба. В пустыне караван идет. Мужик с квасом встает. Смотрит, никто не подходит. И он подбегает, говорит, смотрите, вон, бочка с квасом. Чего вы не подходите? Кваса не хотите? Они говорят, хотим. А чего не подходите? Мираж. Мираж. Откуда в пустыне бочка с квасом? Мираж. Вот. Судьба чего-то хочет. Жестокая судьба хочет, чтобы ты научилась быть самодостаточной. И если ты стала самодостаточной, то проходит время, и жестокая, жесткая судьба заканчивается, и опять можно быть близкой. Она тебя учит быть самодостаточной, потому что когда человек самодостаточный, он всегда приносит счастье близкому человеку. Зависимый человек не может принести счастье. Вот представьте, допустим, я сильно завишу от вас. Вот я приехал. Вам нравятся мои лекции или нет? Нравится? Нет уже. Я разок, короче, в Омске был случай такой. Я как раз эту тему обсуждаю. И женщина спускается, мне цветы вот решила подарить в этот момент как раз. Я бегу к ней за цветами, бегу. Говорю, давайте, давайте цветы. Она говорит, нет, 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 нет. Она шла, цветы мне подарили. Я так, не хочется ей. Потом на место села, я бегу за ней. Говорю, давайте цветы же, вы хотели мне дать цветы. Она говорит, идите, Олег Геннадьевич, садитесь на место. Я потом вам дам. Такой случай был. Это значит, она сильно хотела мне дать цветы, но она все равно не дала, потому что я показал зависимость. Зависимость отшибает всякую любовь вообще. Все отшибает. В сердце ничего не остается. Поэтому Бог и учит. Он учит самодостаточности, потому что только самодостаточного человека можно любить. Разок парень с девушкой в Москве сидели на лекции. И парень встает, говорит, у нас такая чистая, светлая любовь, Олег Геннадьевич. Вы даже представить себе не можете. Я говорю, я могу. Он говорит, ну вот, как бы, нам очень хорошо вместе. Я говорю, вы пока помолчите, можно? Он говорит, хорошо. Я говорю, девушка, скажите, вы устаете от него? Она говорит, устаю сильно, Олег Геннадьевич, сильно устаю. Он говорит, нет, она не устает, она так говорит просто. На самом деле у нас все, отличная любовь такая. Мы очень любим друг друга, все. Он полный иллюзий человек находится. Она там бледная сидит, он уже задолбал уже своей любовью. Называется зависимость. Он зависим от нее. Бредит человек, бредит другим человеком. Зависимость. Она хорошая девушка такая, терпит. Я ему говорю, вот когда вы станете самодостаточным, она тоже будет счастлива в этих отношениях. А сейчас она просто мучается, вы ее мучаете. Поэтому приходит судьба, чтобы научить самодостаточность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok